Борис Епифамов Борис, что у вас с новым интересом происходит? Сегодня получил каталог женский образ, информация Участники получили каталоги Смотрите по крайней мере Я выставлял четыре грамма, то можно с микрофон Вот так слышно? Интересный женский образ А где ваша работа? Моя работа, да? Сейчас, сейчас, сейчас Так, 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 так Это ваша работа? Все ваши работы? Нет, так вот это вот Это Куянов Сергей Союз автекционистов России Президент этого союза Он его создал, ну, наверное, года три назад Очень активно работал Он набрал большую команду Автекционистов, очень много у него Они у него постоянно там сидят И все делают Он делает, использует фанеру И делает слоями цветными Поэтому они, она, эта работа не плоская А разные слои раскрашивает Они вот так вот, они выходят Ну, такие монохромные Они все Они выходят вперед У нее, поэтому получается такая Объемная работа А ваша работа из чего? А, это масляная пастель Пастель Я только просто представлял Мне То есть, вот такой каталог Женский образ 2019 Трансформация Мне позвонил Женя Метро Он организатор этого проекта Да Он говорит, что я ничего такого материала не делал Говорит, что придумали Я говорю, у меня месяца всего, что можно придумать Ну, я сел Ну, думаю, что самое простое Это на бумаге что-то можно сделать Вот на бумаге я несколько работ сделал Из них я выбрал четыре И повез туда Вот Ну, во всяком случае, вот к этой Они прильнули сильнее, чем ко всему остальному Ну, это дело вкуса Кому что нравится Поэтому они все-таки четыре работы были разные И в разной манере было все это сделано Посыл Посыл совершенно разный Поэтому Кому как Легло Во всяком случае Если Одна из этих Четырех Пришлась Пощаться То уже хорошо Это же все-таки Не совсем же ноль, правда? Поэтому Поэтому Послезавтра война Вот Но я по войне ничего читать сегодня не очень-то настроен Уже больно погода хорошая Вот Я прочитаю Рассказ, который я уже до этого читал Но это уже было давно А то, что сейчас я пишу Они мне слишком длинные И кусочек я не хотел бы читать отдельно Хотя, может быть, он был бы и интересен Просто по своей конструкции Вот Я прочитаю то, что было Ну, год назад я это читал Камень Вот как уже несколько часов брожу по лесу Легкий Слегка накрапывающий дождь накрыл все вокруг Капли медленно сползают с листьев и падают на траву Та вздрагивает Озоляется ярко-зеленым светом И сгибается в поклоне Стволы деревьев мокрые С верхушки по ним бежит вода На солнце они грубые Шершавые А сейчас они блестят Гладкие Морщинки расправились Все живое попряталось Ждут солнце Его ласковые лучи Надо и мне возвращаться Что толк от такой прогулки Весь вымок сухой нитки надели нет Кажется, что я впитал в себя всю воду Ее на мне больше, чем во всем лесу Пора домой Дорога от Исса к дому Пролегает через поле Сосельное в сон Под огурным потоком Несется по наездной дороге И собирается в большие глубокие лужи Дорога размяглась И уже не представляла из себя то, на что была предназначена Моги вязаны в грязи Мало того, что весь мокрый Так тому же на ногах комья липкой земли Временами на поле выходят лося И устраивают лёжку Постеречь их никто не пытается Жалеют Следы следы Из леса и в лес Оказалось, моя деревня Сердце наполняется радостью Все отчетливо становятся видны дома Утопающие зеленые садов и палисадников Которые с давних пор устраиваются И сирени, и акации Густые заросли наглухо закрывают дома со стороны дороги В ней когда-то устраивалось чаепитие Тут же варили варенье Густая зелень, лёгкая тень Застолье, бесед Истинный праздник монотонной деревенской жизни Мой дом стоит недалеко от края Четвёртый по счёту Огружён глухим высоким забором Так было принято в деревне с давних пор Со временем традиции стали утрачивать свои силы Заборы ветчали, никто их не устанавливал Разрушенные заборы стали привычной картиной Можно даже встретить одинокую стоящую калитку Мой же дом каким-то образом сохранил Это архаичное сооружение Когда-то олицетворявшее крепость и зажиточность хозяина Вот моя калитка На ней большое металлическое кольцо Оно здесь для того, чтобы стучать, а не дёргать Если стучать кулаком, то никто не услышит А дёргать имеет смысл Дверь надо толкать Над калиткой было принято в те времена оставить козырёк До сих пор кажется, что проходя под ним, ходишь в дом Толкнул калитку, она плавно отвалилась Петли тоже намокли, стали мягкими А солнце она скрипит, всем своим нудром Он сопротивляется, открывается с косвистом и визгом В грязной пешмаке сбросил у кольца и вошёл в дом Пахнуло родным духом старого деревянного дома, сложного и софтолированных временем брёй Когда-то в нём стояла печь лежаная Но со временем она утратила своё значение И на смену пришёл камин Перед уходом я его разжёл А сейчас он еле-еле теплится Прогорел Подбросил несколько племюшек, подвесил котелок Нужно приготовить чай Раздеваться не было сил Тепло дома разморило Уселся на старый стул Вытянул ноги поближе к огню и затремал А может, просто ушёл в себя и забыл про всё на свете Я люблю этот старый стул Как будто он всегда был здесь Со дня рождения этого дома Никогда его не покидал Многое, что когда стоявшее в нём Потерялось смысл и было выброшено И на смену приходило новое И старые стены принимали А он как был, так и остался Высокая, широкая спинка Толстые ножки, соединённые внизу перекладинками На которые можно повесить носки Или поставить ноги И сидеть петушком Как на насестье Только что не кукарекаешь У него своё место было в посредине комнаты Под лампой Напротив камину И, несмотря на то, что комната небольшая Он никогда не приставляется Где Виталий, в моём мысли не ветром А только во мне прибрёл разряд И я вскочил От огня мои ноги раскалились Наступать на пол было невозможно Раски сжигали стул От одежды шёл пар, впруте меня Окатили кипятком Срывая себе одежду, выскочил на крыльцо Прохладный свежий свернули В действительности Вспомнил про котелок Наверное, выкипел Надо снять с огня Разбросанная одежда лежала повсюду Но гулялся до угара На дне котелка пузырились остатки Но этого хватит на чашку Где-то были баранки Обычно я держу их в буфете на верхней полке Со стеклянной дверкой Вот они, как и положено, связанной верёвкой Я никогда верёвку не развязываю А ломаю баранку Так делала простая хозяйка дома И мне это понравилось В этом было что-то очень домашнее Её сразу можно запустить в рот Не дожидаясь приглашения Баранки разом прояснили сознание Заварил чай И, разберенно, без излишней суеты Стал накрывать на стол Послышался стук в калитку Это кого принесло в такую погоду? Веду я замкнутый образ жизни Гостей не жду Стук повторился По привычке выгнал в окно Хотя из него ничего не видно Забор глухой и высокий Надо одеваться Без штанова выходить неприлично К тому же время ещё дневное Далеко не обижать Нацвет на себя первый, что нашёл в сундуке Вышёл во двор Тишина Кто там? А мой голос Никто не откликнулся Кого принесла, хотел сказать, нечистая Но как-то это не вяжется с духом времени Поэтому сказал Непогода Теперь вместо стука кто-то скрёп по калитке Надо посмотреть А дождь идёт, не прекращается В углу в синях на гвозде Висел резентовый плащ с капюшоном Такие раньше водовым Железнодорожникам В них же пастухи коров пасли Незаменимая вещь в христианском хозяйстве Набросил на плечи и отморил калитку Передо мной стоял козёл Деревенскими дружбой он не водил Поэтому не мог знать, чем можно быть это же водилем Он смотрел на меня тусто-жёлтыми глазами И тоже не мог сообразить, кто перед ним стоит Но по всему было видно, что он сюда отхаживал И его принимали Плащ ему знаком, а вот я не очень Он покрутил головой, изучая меня Затем подошёл и слегка под ногу Я посторонился, и козёл, не торопясь, вошёл во двор Вот как уже восемь лет и держу этот дом, такого ни разу не было А этот козёл, ладно, был бы я с ним знаком, а то впервые вижу Пошёл и направился к сараю А там свежий, душистый сенок Только на днях завезли Сенок купил, чтобы спать на нём Люблю его это грешным делом А он, видимо, позарился на него Дошёл к воротам и убёлся рогами Пытался отогнать, оттянуть от сарая, не получилось Вижу, свисает верёвка, тянется с крыши Видел её и раньше, но не задавался вопросом Зачем она здесь? А сейчас? Так притянул меня к себе, что я возьми и дёрни её А она как привязанная Я вы её на рога и причнул козла со двора Дёрнул посильнее, опять никак Когда всём телом навалился, да и дёрнул за всех всех Верёвка подалась, я повалялся рядом с козлом На нас вылилось тонну воды Потом оказалось, что под коньком прикрытая солома Стояла огромная корыта для сбора дождевой воды Зачем ты взял верёвку, так и не понял Надо было раньше смотреть, что я опять там Только вода упала на меня, где-то зла Я как лежал, так и лежу, только немного чумелый А козёл носится подул и всё сшибает на своём пути Видимо ищет выход Подбежал ко мне, весь трясётся, смотрит пристально Отчего стало жутко Я в луже, в лаще, весь мокрый А он в раздумьях, боднуть или не боднуть А у меня одна мазь, вставать или не вставать Так долго продолжаться не может Надо вставать Встал, отряхнулся Козёл смотрит Открыл калитку И тут он метнулся на выход Чуть было не снёс меня сном Больше я этого козла не видел Если бы не помил, то ничего бы этого не произошло Спасибо Спасибо Борис Медефан АПЛОДИСМЕНТЫ